Ознакомительный визит представителей местных органов власти с левого берега Днестра. Как можно реабилитировать объекты социального значения с помощью проектов и грантов. Детский сад номер 2 Таракли – один из примеров сотрудничества и работы с фондом социальных инвестиций, который был отремонтирован в прошлом году. Плюс коммунитарный центр, который начал работу в этом году. Еще один пример – центральный парк города и бювет, где уже можно набрать самой чистой воды. Знакомство с городом Южного Правобережья пришлось по душе участникам делегации. Мы все люди одинаковые. Это чувствуется во всем. Настолько дружеская и теплая обстановка. Показывают нам, что удалось, что не получилось. Предостерегают и объясняют, куда можно обратиться, кто поможет. И на дальнейшее предлагают свою помощь. Мы пришли к единому мнению. Мы как были в свое время вместе. Время развело, но, возможно, время поставит все на свои места, и мы будем опять вместе. Если для заместителя главы администрации это было первое знакомство с Тараклией, то Роман Кырпалов в городе побывал не в первый раз. До 2001 года он учился в соседнем селе и был здесь частым гостем. И то, что я увидел сегодня, меня очень удивило, потому что объекты, которые мы сегодня видим, есть чему поучиться, есть чему позавидовать. Сама по себе Тараклия, она другая. Я ее видел не такой 15 лет назад. У вас очень много, скажем, прогрессивных идей. Я смотрю, слушаю вашего мэра, то, как он ведет деловые свои отношения в городе, в самом районе. Это заслуживает большого уважения. Есть чему поучиться у человека. Также меня приятно удивило, что даже несмотря на прошествие этих 15 лет, Тараклийский район, села, Виноградовка, где мы были, Чумай, не перестали говорить по-русски. Вот это меня больше всего удивило, потому что, к сожалению, в телевизоре все совсем по-другому. Ознакомительный визит, состоявшийся в рамках этого проекта, призван наладить сотрудничество между органами местной власти и европейскими фондами и структурами, говорит координатор проекта. Ознакомительные визиты на правый берег, где они ознакомляются с лучшими практиками правого берега, показывают, что у них получилось. Также ознакомляемся с проблемами, как этого избежать. Для того, чтобы укреплять меры доверия, и правый берег, и левый берег взаимодействовал. Проект осуществляется при содействии программы «Поддержка мер» по укреплению доверия и финансируется Европейским Союзом и программой развития ООН.